Внести в повестку дня вопрос о телевидении и радиовещании депутаты решили с тем, чтобы как можно скорее прекратить нарушение норм о государственном языке. Новый проект предусматривает, что 50% программ на телеканалах и радиостанциях страны должны быть на Кыргызском. Правила эти существуют давно, но не все СМИ стремятся его исполнять. Законопроект, предложенный социал-демократами и дополненный группой депутатов от фракции Республика Тадюр, предусматривает, что со дня подписания закона теле- и радиокомпании обязаны выполнять эти нормы. Комитет этот закон поддержал, но включать его в повестку заседания не хотели сами разработчики закона. Мы просим отложить этот закон до осени. Мы намерены провести снова парламентские слушания, а уже затем внести его на заседание. Однако авторы дополнений к закону, группа депутатов от оппозиции, возмутилась предложением авторов. Документ уже поддержан профильным комитетом, и по нему уже есть заключение о вынесении его на пленарное обсуждение. А ссылка на технические моменты неуместна, когда речь идет о вопросах национальной безопасности. Комитет уже поддержал этот проект. Комитет не состоит из одного или двух человек. Если есть спорные моменты, пусть парламент решит. Там речь идет о государственном языке. Президент выделяет средства на развитие государственного языка. Если мы не поддержим, чтобы 50% телевещания велось на государственном языке, зачем вообще этот парламент? Поддержку оппозиции выступили и ряд парламентариев от коалиции большинства. Законодатели потребовали поставить этот вопрос на обсуждение, так как государственный язык и так постоянно подвергается притеснениям. Народные избранники заявили, что пора пересмотреть отношения к нарушителям этих норм. Почему, как только касается вопроса о государственном языке, мы начинаем тянуть? Тут хороший закон, и мы мычим, как коровы. Он относится к информационной безопасности. Давайте рассмотрим этот вопрос. Уважаемые депутаты, тот закон будет способствовать развитию государственного языка. А значит, его нужно принимать безотлагательно. Давайте рассмотрим этот вопрос. По результатам голосования вопрос внесения закона в повестку дня не набрал необходимого количества голосов. Однако после обеда законопроект всё-таки был включён в повестку в режиме второго чтения и поддержан большинством депутатов. Осенью документ будет рассмотрен в третьем чтении. Мерджан Балабаев, Игорь Патанин, Алтынбек Ханыбек Олу, НТС.